Коронавирус. Самое популярное и пугающее слово на сегодняшний день. Слухи о распространении вируса разносятся быстрее самой болезни. По словам главного врача Северской районной больницы, в Северском районе нет случаев заболевания коронавирусом. Для выявления инфекции в больнице введен ограничительный режим. Круглосуточно в поликлиниках у пациентов измеряют температуру тела. В случае выявления коронавируса заболевший будет изолирован. Для недопущения распространения инфекции. На сегодняшний день особое внимание уделяется гражданам, посетившим другие страны. Мы, людей, которые приехали с неблагоприятных стран по новой коронавирусной инфекции, это страны КНР, КНДР, Иран, Франция, Испания, Италия, Германия. Все лица, которые приезжают с этих стран, к нам такая информация поступает. Их также предупреждают в аэропортах, что по месту пребывания сразу сообщит медицинскую организацию. Они звонят, мы активно выходим, изолируем их, просим находиться дома, никуда не выходить. И, соответственно, мы ежедневно мониторим их состояние здоровья и берем анализы. Как отмечает главврач, маска может защитить от коронавируса. Главное не использовать ее более двух часов. Но самое эффективное средство – частое мытье рук. В связи с отсутствием масок в аптеках, средства защиты можно изготовить и самостоятельно. Сделать маску можно из марли. Шесть слоев шьют. У нас, я хочу сказать, что тоже есть такой вариант, что мы шьем для наших сотрудников маску. Шестислойную марлю делайте, зашивайте. Я думаю, кто шьет, тот ее взять легко. Принципиальный вопрос – это шесть слоев. Стерилизовать можно гладить горячим утюгом. В случае возникновения высокой температуры и плохого самочувствия важно соблюдать спокойствие. Если вдруг у вас проявились признаки ОРВИ, не нужно приходить в больницу, нужно вызвать, врача надо. Врачи все прошли обучение, знают, что делать. Они придут, возьмут на дому анализы, порекомендуют оставаться дома. Если состояние не тяжелое, если тяжелое, конечно, порекомендую госпитализироваться. По словам главного врача Северской ЦРБ, главное не поддаваться провокациям и соблюдать правила гигиены.